Искренне приветствую! Приветствую вас всех сегодня здесь, в нашем здании. Мы сегодня пригласили вас только сюда, вот в этот вестибюль, для того, чтобы совершить акцию завершения реконструкции, реставрации и создания интерьера этого верхнего вестибюля. Я уже говорил вам о том, что этот вид как-то рассказывал, многим на экскурсиях и так далее, что главная идея этого интерьера состояла в том, чтобы он напоминал нам с вами древнегреческий храм. Здесь и колонны коринфского ордера, здесь и скульптурный фриз, созданный Андреем Антоновым, ныне уже покойным художником Екатеринбурга на тему мифов Древней Греции. Здесь и световой проем, так же, как всегда, в греческом храме, святой проем, через который лился дневной свет и освещал статую того божества, которому посвящался главный храм, его цель. Мы долго решали, что же мы поставим в этом интерьере, какую фигуру, какую скульптуру мы поставим здесь, в этом интерьере, для того, чтобы она отражала главную суть этого интерьера. Потому что все-таки надо как не поворачивать, и как не смотреть на историю, а все мировое искусство, европейское, да и наше русское, которое питается корнями еще в европейском искусстве, оно все пошло из Древней Греции. Поэтому верхний наш вестибюль – это некое подобие греческого храма, это некое подобие, вот это воспоминание об искусстве Древней Греции. И естественно, что были разные варианты. Был вариант поставить дискобола, знаменитого Мироновского дискобола, когда он, и представляете себе такой эффект, его склонившаяся фигура, закинутая сзади рукой с диском, готова бросить сейчас, и возникает ощущение полета. Был вариант поставить еще скульптуры, значит, здесь Марса, и Венеры, и Германика, и знаменитого Дорифора, значит, работы поликлета, копьеносца и так далее. Вот. Но все-таки мы остановились только на одной скульптуре и решили именно ее сюда и поставить. Долгий процесс был выбора, и мы выбрали именно Нику Самофракийскую. Знаменитый шедевр Лувра, который символизирует собой не только все торжество греческого искусства, греческой пластики, но и символизирует не только победу, ведь главный смысл этой скульптуры, найденной еще, значит, там до нашей эры в виде обломка, изваянной еще до нашей эры и найденной в XIX веке на острове, на одном из островов Греции, в виде более двухсот обломков, была затем собрана и установлена в Париже, в Лувре. Вот вся история вот в этих двух аннотациях, вы можете прочитать. Вот. Но это не только символ победы греков над персидским войском, над морской победой. Мы воспринимаем сейчас эту фигуру несколько шире, в более широком смысле этого слова, символ победы. Это победа для нас, вот для музейчиков, конкретно Ирбитского музея, это победа искусства, настоящего большого искусства над прозой жизни, над косностью, над невежеством, над всем тем пошлым, что есть, до сих пор еще есть в нашей жизни. И вот, когда мы пришли к этому решению, мы долго искали, кому же заказать эту нику. Повторение ники, стоящей в Лувре. И выбор пал на Андрея Чернышева, того же самого скульптора, который делал вот эти наши четыре коринфские колонны. Пьедестал он сделал из гипса, а вот саму фигуру он выполнил нам из искусственного камня. Есть такое сейчас вещество, в котором замешивается мраморная крошка на современном пластическом материале, называется пластикрит. И по прочности, по надежности этот материал теперь искусственный камень тверже, чем натуральный камень, чем натуральный мрамор. То есть сломать его просто так даже невозможно. Почти год ушел у него на работу над этой скульптурой. Он специально ездил в Париж, специально там изучал нику во всех ее тонкостях, деталях, много ее фотографировал. И вот 10 фотографий из того, что он привез оттуда. Он подарил нам большой пласт фотографий ники. Из них мы выбрали 10 фотографий, которые висят здесь. Вот на фотографии подлинная эта луврская ника. А здесь стоит его работа. Поэтому на этикетке, которую мы там укрепили, видите, там написано Чернышов, Андрей Игоревич, Ника Самофракийский, 2014 года. Он повторил нику, но немножко уменьшил ее, потому что та высота фигуры, которая есть в подлинной нике, 2,45. Если бы он повторил ее один к одному, она бы уперлась у нас в потолок. Мы вынуждены были несколько уменьшить, пойти на уменьшение. Здесь наша фигура всего 2,10. Это всего 35 сантиметров разницы. Но самое главное, что ему удалось разглядеть некоторые ошибки, которые были сделаны еще в 19 веке установщиками, сборщиками этой скульптуры, подлинной в лувре, ее установщиками. Дело в том, что, я повторяю, скульптура была разбита на больше чем 200 кусков. И, значит, вот когда их собирали вместе, воедино, в единую статую в лувре, видимо, что-то где-то ошиблись, и фигура получилась немножко кривой, как мы говорим. И, кроме того, значит, еще не совсем удачно ее поставили. Поэтому чисто визуально, чисто визуально, скульптура там теряет многие свои достоинства. Андрей сумел избежать вот этих недостатков, избежать этой кривизны. И самое главное, он придал ей тот наиболее выигрышный наклон фигуры вперед. Вот, и у вас возникает ощущение, что она только-только, вот она прилетела, еще шумят ее крылья. Вот она только что своими ногами касается этого пьедестала, и она еще вся в полете, она живая. И особенно хороша она вот при этом верхнем освещении. Складки живые, не трепещут под мгновением ветра. И что еще говорить? Появление Ники в этом интерьере, это действительно завершение этого, не только этого интерьера, это символ, будущий символ нашего музея. Я думаю, что она станет той отправной точкой, когда публика будет приходить в залы нашего музея, смотреть его постоянную экспозицию. Итак, нам остается только открыть Нику. Нин Александровна, вы у нас как почетный, самый почетный наш гость. Прошу вас, прошу вас, как педагог, который активнее всех с нами работал и так далее. И кого еще пригласить, кто у нас еще здесь самый почетный? Татьяна Сауна Шнайдер. А, Татьяна Сауна Шнайдер, ну давайте ее тоже сюда, как наш выдающийся кардиолог и не только, лечащий всех нас. Давайте с двух сторон аккуратненько сдергивайтесь, сдергивайте просто с той стороны, рукой возьмитесь за нее и сдергивайте ее. Вниз, вниз просто сдергивайте. Да, да, да. Кидайте. Теперь вы можете обойти кругом, посмотреть внимательно, разглядеть все ее детали. А затем мы просим вас спуститься в наш актовый зал, и там мы тоже продолжим разговоры. И так, уважаемые дамы и господа, я поздравляю вас с нашим праздником музейным, нашей музейной ночью. В этом году мы решили провести эту музейную ночь совместно со всем земным шаром. Раньше мы проводили ее всегда в день моего рождения, 22-го числа, но в этом году мы решили совместить это все вместе со всем земным шаром. И сегодня вот эта музейная ночь проводится практически по всему миру. Сегодня эти музейные ночи и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Петербурге, и в Париже, и везде, и везде, и везде. В 20 странах. Да, больше, чем в 20 странах это все проводится. И сегодня мы решили также совпасть в одну струю со всем земным шаром. Я хотел поговорить немножко, буквально несколько минут, о том, что было сделано за прошедшие два года, вот с момента 40-летия, два с небольшим года, да, которые прошли, и о том, что будет немножко. То, что мы сделали, это было, в общем-то, на ваших глазах. Вы, многие из вас, посещали все наши выставочные программы, вы видели выставки, которые мы организовывали. Напоминанием о некоторых программах будут фрагменты этих программ, которые мы сегодня вам смонтировали, документальный фильм, который вам покажут. Просто хочется сказать, что число особо значимых, конечно же, явились, это и программа, наша программа «Дары Государственного Эрмитажа» стала особо знаковой, потому что именно эта программа, в рамках этой программы был, наконец, открыт тот шедевр, который стал знаковым не только для собрания Рыбинского музея, но стал знаковым и стал совершенно сенсационным в мире. Буквально 15 ноября 2012 года, когда мы впервые представили миру на шукающуюся Марию Магдалину Питера Пауля Рубенса, эта информация прошла буквально по всему земному шару. Интернет просто кипел этой информацией. И, значит, более того, я знаю, что и в Канаде, в Оттаве и в Торонто вышли, так сказать, цветные публикации с фотографиями. В Соединенных Штатах, в журнале «Russian Life» в Нью-Йорке вышла публикация роскошная об этой картине и о нашем музее. Парижский «Новель-Обсерватор» еженедельник сделал роскошную публикацию, посвященную вновь открытому Рубенцу, и вообще интернет весь кипел. Более того, даже из Австралии мне звонили, задавали вопросы и так далее. То есть другой конец земного шара, представляете себе? Это был действительно знаковый, это был рубежный год, когда, так сказать, с появлением такого шедевра, и в 2013 году окончательно было подтверждено, что действительно Рубенс при участии двух его лучших учеников, якобы Йорданса и Антоница Ван Дейка, картина написана, это железно было подтверждено Натальей Ивановной Грицай, и пришла физико-химическая экспертиза красочного слоя из сделанной Писаревой в Москве. Все это подтвердило действительно подлинность этой картины, и в свою очередь появление такой картины в собрании нашего музея сразу же, поскольку это действительно один из самых величайших художников мира, Питер Павлю Рубенс, это сделало наш музей одним из крупнейших художественных музеев не только Урала, но и России. Значимость нашего музея, нашего собрания стала теперь априори для всех понятной и непредвзятой. Более того, затем много было других программ, это и выставка кукол из Перми, это и ряд других интересных выставочных программ, и открытие в прошлом году впервые мы выставили, включили это сразу в постоянную экспозицию на Володарского музея Уральского искусства, впервые мы сделали выставку нашей коллекции, небольшой, но очень изящной коллекции уральского ювелирного искусства, и, кстати, многие искусствоведы, которые приезжают к нам и знакомятся с музеем Уральского искусства, просто в полном удивлении, как мы так умудрились сделать эту экспозицию именно вот таким вот образом мы ее сделали, дизайнерски удивились. Мы же выставили ее, кто не видел, в рамах, в настенных рамах, в витринах. Обычно ее ювелирку выставляют все в таких стеклянных, так сказать, в витринах, я их называю, извините меня, гробиками. У нас там их не поставишь, в этом узком синем коридоре. Мы выставили их в настенных рамах, в витринах, да еще со специальной подсветкой. И от этого ювелирка только выиграла. Ювелирка выступает в роли картины, сюжетной картины, так сказать. И, в общем-то, это правильно. И даже Ирина Санна-Антонова, которая 16 мая уже в этом году посетила нас, и так далее, она была, в общем-то, в шоке от этой коллекции ювелирного искусства уральского. И вообще музей уральского искусства ее очень сильно удивил, потому что для нее это было открытие просто. Она никогда не знала, что такое уральское искусство. И вот то, что она увидела, это весь 20-й век, который там у нас в экспозиции представлен, и живопись, и графика, и скульптура, и вместе с тем ювелирное искусство. Это все, так сказать, ее удивило, и она была просто в хорошем культурном шоке от того, что вот наш музей имеет, и что, как наш музей строит экспозиции, и так далее. Но самое главное, конечно, это ее участие здесь, в этом здании. Многие из вас, кто был тогда здесь, на пресс-конференции, помнят, как вот на этом месте сидела Ирина Санна и рассказывала, высказывала ряд идей и пожеланий, и так далее. Потом она открывала эту выставку «Даргми» имени Пушкина. И потом она очень активно и много высказывалась по этому поводу и в прессе, и на телевидении, и так далее. И более того, когда я 20 марта этого года прилетел, или нет, прилетел 19-го, но 20 марта приехал в музей имени Пушкина с поздравлениями к ее 92-летию и привез ей подарки и так далее, которые были ей приготовлены. Вот, значит, оказалось, что ее нет. Ее увезли на специальной машине с мигалкой, увезли в Кремль на поздравления, а потом увезли на заседание специального такого, ну, как бы, исторического общества, которое существует в Москве, в которое входят больше ста человек из нашей правящей элиты. Там возглавляет общество Мединский, нынешний министр культуры Российской Федерации. А туда входит Истепашин знаменитый, туда входит целый ряд Нарышкин, тот же представитель Думы государственной, и так далее, и так далее. То есть многие очень известные политические деятели являются членами этого, так сказать, вот совета, вернее, этого исторического общества так называемого, да. И помимо того, что Ирина Санна не поздравили, там, на этом заседании, тут же возникла тема развития музейного дела в стране. И вот тут Ирина Санна начала, в общем-то, рассказывать и в новом качестве преподнесла этому историческому обществу и концепцию, то, что она рассказала, о чем говорила здесь, на пресс-конференции, что давно пора начать развитие в стране такой сети филиалов или представительств крупных наших столичных музеев, как она говорит, левиафанов, для того, чтобы либо передавать туда какие-то части собраний, значит, на вечной храни, как они нам передали, вот огромную коллекцию 520 листов европейской графики, которую мы потом 35 лет реставрировали, или на временное хранение передавать, как временные выставки и так далее. В общем-то, идея была встречена с определенным интересом, но самое главное, что она привела в качестве примера наш музей. И вот на этом сборище этих наших выдающихся политических деятелей, она, так сказать, в этом историческом обществе, она рассказывала больше часа, рассказывала о нашем музее, что вот этот маленький уральский город Ирбит смог подняться вот на такое, создать у себя вот такой роскошный музей с роскошным зданием, со всеми необходимыми условиями хранения. И действительно, ведь в этом здании нам удалось наконец сделать все, что мы хотели, это и поставить специальную систему света в залах и второго, и первого этажа, который не портит графику. Это специальный диодный свет немецкой фирмы Цумтобель. Это и система кондиционирования, это система вентиляции, это система автономного отопления здания, то есть создание действительно режимов, тех необходимых режимов, которые позволят сохранять шедевры здесь долгие-долгие десятилетия. Но самый главный, тот самый свет, который мы поставили, вот от немецкой фирмы Цумтобель, он позволяет держать экспозицию не 3-4 месяца, как по действующим ныне нашим инструкциям положено, да, графику держать, а позволяет ее держать годами и даже десятилетиями, потому что в этом свете, который мы применили, вот мало кто еще об этом знает, там нет самого страшного для бумаги и для графики, нет инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Вот это очень важно, потому что именно эти излучения, они сжигают саму бумагу, они сжигают красный слой, находящийся на этой бумаге. Поэтому вот в нашем случае в музее гравюры и рисунка, который будем открывать немножко позже, мы объявляли, что 22 мая мы будем его открывать, но в силу целого объективного ряда причин, вот я могу сказать, какие причины, все перенесено на 14 сентября. Так вот, мы благодаря этому свету сможем держать экспозицию постоянную годами и даже десятилетиями. И Ирина Александровна была просто потрясена тем, что мы сумели найти такой свет, сумели его поставить, очень дорогой свет. Могу сказать, что этот свет обошелся в музее в 13 миллионов с лишним рублей. Вот на это пошла область. И, значит, особая, конечно, благодарность областному руководству, которое вот сумело найти и выделить эти деньги. Правда, в этом году, вот уже, к сожалению, в этом году у нас все из-за нынешних всех перетрубаций, связанных и с Крымом, и целым рядом еще других проблем, и начался новый виток кризисной этой ситуации экономической. У нас бюджет несколько сократили, мы потеряли целых 11 миллионов, и поэтому у нас идет задержка с оформлением самой экспозиции, подготовкой самой экспозиции, и поэтому сроки были перенесены на осень. Я предлагал октябрь месяц, но по приказу министра дата назначена 14 сентября, воскресенье. Почему? Да потому что, вот сейчас прошу внимательно это все послушать, 10-12 сентября в Петербурге состоится заседание Всемирного Совета Музеев, Всемирного, подчеркиваю, Совета Музеев, во главе с президентом ИКОМа, то есть Генеральной Ассамблеей Всемирного Совета Музеев, господином Хайнцем. Там немец сейчас президент, они там по 2 или по 3 года, по-моему, президентствуют, потом сменяются, другого выбирают. Вот. Значит, 12-го, конференция-то будет проходить под лозунгом «Музей и власть», но главная тема конференции, конечно, будет 250 лет армитажа отмечаться. Затем, вечером 12-го числа весят огромный съезд музейщиков, это прежде всего и директора Лувра, Музея Метрополит, Эндресенской галереи, Берлинских музеев, Лондонской галереи и так далее, и так далее, и так далее, плюс еще директора наших крупнейших отечественных музеев, являющихся членами ИКОМа, являющихся членами Всемирного Совета Музеев, в том числе и нашего Российского Совета Музеев, Союза Музеев. Кстати, наш музей был одним из соучредителей Российского Совета Музеев. Вот. Мы, значит, они все летят в Екатеринбург, и вечером 12-го числа, это почти 300 с лишним человек, и 13-го в Екатеринбурге состоится еще одно, последнее пленарное заседание по особой теме. Музеи-заповедники и музеи промышленные, то бишь музеи, посвященные истории заводов. Ну, вот как в Тагиле музей-завод, Демидовский музей-завод теперь существует, да? Яркий пример, самый яркий из существующих ныне у нас в России. И, значит, утром 14-го числа всех этих особенных иностранных, например, гостей, ну и наших в том числе музейщиков, разделят на две группы. Те, которые занимаются вот этими промышленными музеями и музеями-заповедниками, их отправляют автобусами, значит, в Тагил и Невьянск, вот, а те, которые занимаются художественными музеями, это и директор Лувра, это директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, это и, в общем, наш Владимир Ильич Толстой, который директор Ясной Поляны и одновременно советник президента по культуре, самого нашего президента по культуре, и он же еще и прямой потомок Льва Толстого, это и директора Лувра, музея Метропольта, ну, в общем, все те, которые занимаются художественным творчеством, художественными музеями, они все едут сюда, к нам, в Эрбит. И, вот, по приказу министра, именно здесь, в их присутствии, с их участием, должно состояться открытие нашего, постоянной экспозиции нашего музея. Вот то, что нас с вами всех ждет. Естественно, что, видимо, поскольку вот такой наплыв гостей, как мне представляется, сегодня, окончательно еще вопрос не решен, но, как мне представляется, видимо, будет два открытия. Одно открытие вот для этих приезжих випперсон, и потом второе открытие для всей остальной нашей публики, в том числе приезжих и художников, искусствоведов, музейщиков ирбитских, и уральских наших музейщиков, и не только, и российских музейщиков. Вот. Видимо, два открытия будет. Поэтому, так сказать, надо быть готовым к этому. Я просто заранее вас предупреждаю, что всех сразу просто мы, наверное, не сможем принять, потому что там где-то человек, ну, минимум 150-200 только приезжих гостей. Вот. И плюс еще наша публика. Поэтому, естественно, что будет по именным пригласительным билетам приглашения рассылаться будут именные. И, естественно, что будет специальная служба охраны проверять билеты и так далее, и так далее. Потому что просим вас не обижаться и просим вас, так сказать, вот в будущем как-то. Естественно, все равно все-все посмотрите. Вот. А сейчас коллектив музея усиленно работает над подготовкой этой будущей постоянной экспозиции. Я должен сказать, что уже тот пласт, который будет отражать эпоху возрождения, то есть конец, второй полу, 15 века и 16 века, практически уже готов. Мы можем уже начать даже монтаж этой экспозиции, вот, но пока немножко рано. Вот. По мере того, как будет готовиться материал, ну, по мере того, как будет готов материал для экспозиции второго этажа, а это будет от раннего возрождения до каприча с Гойи, и первый этаж будет от Гойи, то есть от его серии Диспаратес, сделанной уже в 19 веке, и до Хуана Миро, до Марка Шагала, до, значит, художников 20 века, вот, которые у нас тоже представлены, Сальваторо Дали и так далее, которые теперь тоже есть у нас в собрании. Вот. вот то, что нас с вами ждет. Спасибо.